В Истре мужчина захватил дорогой пустующий дом и пытался взять в заложники полицейского и охранника. Мужчина, одетый в камуфляж и вооруженный автоматом Калашникова, пробрался в коттеджный поселок Шервуд в подмосковный Истре, проник в пустующий дом. После того, как сработала сигнализация, на место прибыли полицейские и сотрудники охраны. В полиции РБК сообщили, что мужчина взял полицейских в заложники, но им удалось сбежать, выпрыгнув в окно. Тот открыл стрельбу, озвучивал политические лозунги, но уговоры сдаться ответил отказом. После этого СОБР начал штурм. Мужчина был ликвидирован. Он был вооружен двумя автоматами, охотничьим карабином «Сайгам», гранатами и боеприпасами, зажигательными смесями. Депутат Госдумы Александр Хинштейн у себя в телеграм-канале заявлял, что захвативший коттедж человек – 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко, который недавно прибыл в Москву. Штурм дважды приостанавливался, написал он. Глава Истры Татьяна Витушева заявляла, что мужчина является психически нездоровым. К моменту штурма мужчина оставался в здании один и был блокирован. По информации главы Истры, коттедж выставлен на продажу. За один миллиард рублей его хозяйка вышла на связь, сообщив, что находится за границей и нападавшего не знает. В связи с произошедшим, управление СК по Московской области возбудило уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и применение насилия в отношении представителя власти». Боец СОБР получил легкое ранение при штурме коттеджа под Истрой. По информации главы Истры, убитых или раненых среди жителей и гостей поселка Шервуд нет. Дом за миллиард рублей в Шервуде продается уже пять лет. После происшествия покупатели уже стали просить существенный дисконт, рассказал управляющий партнер агентства недвижимости «Альфа Стар» Елена Юргенева, которая занимается продажей этого дома. У меня несколько было предложений по этому дому от моих инвесторов, но по разным причинам сделка не срослась. После сегодняшнего происшествия я полагаю, что скидка, которую готовы будут давать хозяева на продажу, она будет больше. Однако хочу заметить следующее. Средняя цена сотки земли в коттеджном поселке Шервуд – это в районе 40-50 тысяч долларов за сотку. Данный участок имеет площадь 2 гектара, то есть 200 соток. Одна только земля, на которой стоит этот дом, стоит 10 миллионов долларов. Даже если дом, например, очень сильно пострадал, мы пока не знаем, насколько сильно он пострадал, потому что я звонила хозяйке, но она сейчас не расположена и сама пока еще не может оценить весь объем разрушений, которые произошли в процессе штурма. Но даже если дом очень сильно поврежден и требует либо полной реконструкции, либо сноса, но у меня несколько инвесторов уже оживились. Один из них делает предложение 350 миллионов рублей. Я не думаю, что настолько сильно готовы будут хозяева упасть. Я вообще не буду их эти дни беспокоить, наверное, с таким предложением. Но инвесторы, как видите, уже почувствовали возможность купить хороший актив с серьезным дисконтом. Не все люди пугаются вот таких происшествий. Шервуд – клубный загородный поселок в 26 километрах от МКАДа по Новорижскому шоссе со своими парками и водоемами. Его общая площадь – 95 гектаров. Всего в Шервуде 95 домов на участках размером от 20 до 200 соток.